Также добавим LV. Читай снизу. Теперь игнорируется радиосообщение. Steam клиент в AppHelper раз, два, три. За счет чего FPS как раз и понижается. И как это сделать, чтобы отсюда это все отлетело? Привет, меня зовут Серега Сайбербанана. И в связи с последними обновлениями, я знаю, что у тебя, у меня и у всего комьюнити в целом, очень сильно просил FPS. Я знаю несколько хороших способов, которые действительно тебе помогут. Не только тебе, но и твоим друзьям. Поэтому поделись этим видео со своими друзьями. Также поставь лайк, напиши любой комментарий и подпишись. И тогда ты можешь поучаствовать вот в этом розыгрыше. Ссылочку тоже найдешь в описании. В общем, начинаю. На одном из своих последних стримчиков я рассказывал о хорошем способе по повышению FPS. Я там рассказывал о том, что нужно убрать панораму и загрузочный экран. Почему это нужно? Очень много моих зрителей мне писали о том, что у них, когда вышло новое обновление, вообще не запускался Counter-Strike и был тупо черный экран. Я разобрался с этим и сейчас тебе покажу, что я имею ввиду. Смотри, правой кнопкой мыши нажимаешь на Steam. После чего? Библиотека. Дальше летишь в Counter-Strike и правой кнопкой мыши по нему. Обязательно свойства. И тут установить параметры запуска. Нажимаешь сюда и первым делом обязательно пишешь no need. Я понимаю, что это сначала кажется банальным, но сейчас ты все поймешь, о чем идет речь. Сразу параллельно тут также добавим LV. Это уберет всю кровь, которая, ну не всю, большинство крови, которая будет у тебя, когда ты будешь попадать в человека. За счет чего FPS в самой игре у тебя также слегка поднимется. Окей. Нажимаем здесь окей. Закрыть. И после чего снова Counter-Strike. Свойства. Теперь локальные файлы и посмотреть локальные файлы. Дальше. CS GO. И после чего ищем панорама. Заходим в эту панораму. Заходим в videos. И тут можно удалять абсолютно все. Хлоп. До свидания. И после чего также фронт. Удаляем абсолютно все. У тебя две папки, вот эти должны быть пустые. Ты можешь их, в принципе, отсюда удалить. Но я удалил изнутри. И теперь, когда ты будешь заходить в сам Counter-Strike, у тебя не будет начальной загрузки. Вот этого экрана, где девчонки кинают гранату. И там вот это выходит, вот эта штука, да, вот этот сломанный клык. И также у тебя в самой Counter-Strike будет черный экран. Давай мы это дело и посмотрим. Запускаем кадру. Первый запуск, возможно, будет долгий. Поэтому не спеши, подожди секунд 30-40, возможно, одну минуту. И дальше у тебя появятся вот такие штучки. Здесь больше не показывать, можешь оставить. Тут неважно, у тебя все равно она будет появляться. Дальше закрыть. И вот ты попадаешь в само лобби. Сзади черный экран. ФПСик я могу показать, тут будет идеален. И теперь у тебя не будет этой начальной заставки. И у тебя все будет нормально работать. Ну что, летим к следующему способу. А ты уже должен прожать лайк. В связи с новым обновлением мы все знаем, что появились так называемые метки. Это радиосообщение, которое прилетает вот тут снизу. Например, смотри. Заходим в настройки и показываю, как это сделать. Колесо чата 1, 2, 3. Выбираешь то, что тебе нужно. Выставляешь то, что здесь тебе нужно. И после чего, когда ты выбрал тот или иной, нажимаешь, допустим, у меня стоит на Alt. Дальше. Точка А. Видишь? Написано. Хлоп. Точка Б. Написано. И вот это очень сильно бьет по твоему фпсу, потому что это не до конца еще доработанная тема. Как эту штуку убрать, которая чтобы вообще тебе не напрягала? Нажимаешь консоль и пишешь ИГНОРЭРАД. ИГНОРЭД. Все. Читай снизу. Теперь игнорируется радиосообщение. И благодаря этому способу у тебя не будет теперь вопрос. Смотри. Точка А показывает, но сообщения никакие не пишутся. Точка Б показывает, сообщения никакие не пишутся. И когда люди будут спамить у тебя в чате, вот и будешь вообще красавчиком и не будешь париться по этому поводу. В принципе, здесь я все рассказал. Идем к следующему интересному способу. Да, кстати, отвечу сразу на вопрос. А всегда ли нужно будет прописывать ИГНОРЭД? Да. Именно всегда нужно прописывать. Если ты хочешь вернуть обратно сообщение, повторяешь ту же самую команду и радиосообщение принимается. Еще раз прописываешь. Вот, зашел в игру, такой, не, нахрен, надо убрать. Пишешь ИГНОРЭД, все. Сообщение не принимается. Каждый раз в новую игру, когда ты заходишь, каждый раз нужно это прописывать. У меня для тебя есть идея. Поставь лайк и напиши в комментариях NVIDIA. Если ты хочешь, чтобы я полностью разобрал все настройки NVIDIA, чтобы у тебя FPS также повысился. И, ну, естественно, спонсора надо тебе показать, потому что канал должен как-то продвигаться. Сегодня пройдемся по сайту hellstore.net. Тут есть два режима игры. Первый это коинфлип. Это подбрось монетку и шансы примерно 50 на 50. Как у тебя, так и у твоего оппонента. А вот классик, это чем больше у тебя банк и ты его вольешь, тем больше вероятности забрать абсолютно весь куш. Но сегодня мы пройдемся как раз по коинфлип. Давайте выберем персонажа, который хочет со мной сразиться. Так вот, за 11 баксов, парнишка, а подобрать можно? Подобрать можно. Погнали. На секунду, монеточка. Под конец забрали. Ну и, конечно же, как же без подарков для тебя. Залетай на сайт hellstore, вводи промокод cyberbanana и забирай промокодик ровно на 60 центов. Испытай свою удачу. Давай. Ссылочки в описании. Ты сам прекрасно знаешь, что противостояние, когда идет либо на А, либо на Б, либо на Миду, очень много остается следов от пуль, очень много остается всяких следов от гранат, также крови и прочее, прочее. Это действительно очень сильно влияет на твой фпс. Как сделать так, чтобы постоянно твоя карта чистилась и фпс всегда держался на хорошем уровне? Я эти кнопки замедил на W, A, S и D. То есть ты всегда, когда движешься, смотри внимательно, хоп, все исчезает. Чтобы ты не стрелял, чтобы ты не кидал, постоянно у тебя будет чистка карты. Давай покажу, как я это сделал. Я пока себя отключил, чтобы тебе было все прекрасно видно. Итак, первым делом, что нам нужно сделать, это найти твой конфиг. Либо ты можешь скачать мой конфиг, он реально годный, и там уже внутри все есть, и даже видео специально для тебя сделано. Я там рассказываю, как устанавливать, что делать, и какие кнопочки чего там означают. В общем, находим сначала твой конфиг. Заходим в диск C, дальше в Program Files 86. После чего спускаемся чуть ниже, находим Steam. Дальше находим UserData, и вот здесь будут разные цифры. Ты скажешь, что, а где мои цифры, где мой ID. Здесь может быть батя, то другой твой аккаунт, на котором живак, и так далее. Смотри, как найти именно свои цифры. Находишь Steam, после чего библиотека, дальше находишь себя, и заходишь в инвентарь. После чего в инвентаре находишь предложение обмена, и дальше, кто может оправлять мне предложение обмена. Заходишь сюда, и вот здесь есть ссылка на обмен. И после вопроса, партнер равно, и есть те самые цифры, которые тебе нужны. Вот это и есть твой ID, который ты можешь смело найти в том списке, который у тебя будет. У меня 401 и так далее, да? Ну, здесь легко найти, 401, вот это мои цифры. Твои ты сам найдешь. Дальше заходим сюда, после чего 730 Local KFG. Вот, это именно та папка, которая тебе нужна. Здесь ты должен найти config.kfg и два раза нажать на него. Если у тебя вот нет такого файлика, просто правая кнопка мыши, открыть с помощью, находишь блокнот, вот еще приложение, другие варианты и так далее. Находишь блокнот, и потом открыть. Все. Мы открываем то самое, что нам нужно. И теперь находим в биндах буквы W, A, S и D. Я сразу тебе скину в описании, чтобы ты нашел, там будут все эти бинды. Просто зайдешь сюда, в самый низ промотаешь, и вставишь те самые бинды. Смотри, о чем идет речь. Находим, значит, мы W, вот он. И тут после forward, плюс, точка запятой, дальше R, clear decals. И вот это R, clear decals, и именно чистит твою карту. Я просто тебе все вот это готовое уже скину. Тебе нужно просто спуститься в самый низ и скопировать то, что будет в описании. Вот так. И это у тебя все заработает. В принципе, про способ я рассказал, а летим к следующему. Если мы зайдем в диспетчер задач, мы увидим страшную картину. А именно, Steam клиент в AppHelper раз, два, три, четыре. У тебя их вообще может быть нескончаемое множество, за счет чего FPS как раз и понижается. И как это сделать, чтобы отсюда это все отлетело? Тебе нужно просто отключить браузер самого Steam. Но, внимательно сейчас меня послушай. Если ты играешь в разные игры, например, Counter-Strike, Dota, Папок и так далее, тебе просто нужно все ярлыки загрузить на рабочий стол. Тогда проблем не будет, тогда тебе не надо будет заходить в библиотеку, а библиотека также будет закрыта. Ты не сможешь вообще ничего делать в Steam, но за счет чего FPS твой вырастет. Рассказываю, как это сделать. Естественно, первым делом ты должен сам ярлык Steam себе загрузить на рабочий стол. Вот, у меня он здесь есть, и по нему правой кнопкой мыши свойства. Ярлык ты обязательно должен всегда Steam запускать через этот ярлык, потому что в объект мы вставляем такую команду. Обязательно сначала пробел, а потом No Browser. Я тебе, естественно, эту команду оставлю в описании, ты просто ее скопируешь, ставишь, но вот здесь пробел обязательно нужен. Дальше применить, окей, и перезапускаем Steam. И я тебе еще раз повторяю, всегда запускай Steam через этот ярлык. Два раза по нему, и посмотри, что происходит. Ну давай, показывай, показывай. Все, ты посмотри, больше никаких загрузок, подгрузок и прочего у тебя на твоем компьютере не будет. И FPS вырастет. Единственное что, библиотека также не работает, поэтому я тебе изначально сразу сказал, загрузи на рабочий стол все свои игры. У меня, допустим, Counter-Strike здесь, я спокойно в нему могу зайти. Как ты видишь, все, FPS мы тебе подняли. Ну, как я говорил, это снова появляется. Закрываем, и здесь мы находимся. Я скажу тебе больше, что ты можешь дальше дополнить. Смотри, Steam, настройки, и после чего, где в игре, отключай, включить оверлай Steam и вот это. И вот эти галочки также отключай до конца, чтобы вообще тебе ничего не волновало. И я тебе даю 200%, что после просмотра этого ролика твой FPS реально вырастет. Свой FPS показывать не буду, потому что он и так у меня оверхороший. Но для тебя, я тебе говорю, я постарался, и у тебя все получится. Спасибо большое за просмотр, а также поделись видео со своими друзьями. Я уверен, я и им также подниму FPS. Ну и добавок, участвуй в конкурсе, ссылочку найдешь в описании, и посмотри вот этот годный видос. Для тебя старался. Пока-пока.